Основные изменения в РСВ ввели из-за перехода на прямые выплаты. В разделе 1 больше нет строк 120, 121, 122 и 123. В них отражали сумма превышенных расходов. Сумму возмещенных ФСС расходов отражаете теперь не в строке 080, а в строке 070 приложения 2 к разделу 1. Поменялись приложения для тех, кто применяет пониженные взносы. Приложения 3 к разделу 1 заполняют IT-компании. Приложения 4 к разделу 1 заполняют некоммерческие организации. Приложения 5 к разделу 1 для российских производителей анимационных фильмов. Сведения об иностранцах перенесли из старого приложения 8 в новое приложение 6 к разделу 1. Старое приложение 9 переехало в новое приложение 7 к разделу 1. Если компания, например, общепит из реестра МСП с численностью до 1500 человек применяет пониженные взносы, заполняйте приложение 1 и 2 к разделу 1 отдельно по каждому тарифу, по основному и по пониженному. Код тарифа указывайте в строке 001. Чтобы заполнить приложение 1 по основному тарифу, укажите в строке 001 код тарифа 01. В строке 010 укажите количество всех работников по трудовым договорам. В строке 030 отразите необлагаемые и облагаемые выплаты в пределах МРОД. В строке 040 отразите только необлагаемые выплаты. Чтобы заполнить приложение 1 по пониженному тарифу, отразите в строке 001 код тарифа 24. В строке 020 укажите количество работников по которым применяли пониженный тариф. В строке 0.30 покажите облагаемые выплаты сверхмрот в месяц. Строку 0.40 не заполняйте, так как вы ее уже заполнили в приложении 1 по основному тарифу. В марте ФНС сообщила, из-за каких опечаток ФИО застрахованного в разделе 3 расчет могут не принять. Например, если в фамилии есть точка, дефис, апостров, пробел, запятая в качестве первого, последнего или единственного символа. Весь список допустимых и недопустимых сочетаний смотрите в таблицах к письму ФНС.